Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Как понять, от чего я стану счастливой? Как понять, чего я хочу? Один день я могу ходить одно, второй день другое. Например, сама мысль, что скоро я улетаю отдыхать в другую страну, приносит много счастья и эмоций. В тот день, когда я туда еду, я думаю, чего так радоваться нужно было. Одним словом, всю неделю я могу себя обманывать, что хорошо, что я счастлива, а на самом деле не испытывать никаких эмоций. Имеется ввиду позитивных. Я могу, в принципе, думать, что деньги принесут у меня счастье. Мол, я могу купить то и то, поехать, поехать, идти туда, куда захочу. А как наступает то, ну, когда наступает момент, что оно исполняется, я не испытываю от этого счастье. Потом возникают мысли, может, мне на самом деле, для счастья нужно было не это. Единственное, от чего я голову теряю, это взаимность в любви. Может, мне нужна любовь? Всю жизнь я страдала от незаимности со стороны ребят, которых влюблялась. И сейчас то же самое. Вокруг да около крутятся ребята, которые мне нравятся, а те, которые нравятся, обращают внимание и все. Ну, наверное, имеется ввиду, что крутятся те ребята вокруг меня, которые не нравятся, а те, которые нравятся, не обращают внимания. Мне 28 лет, замужем, детки есть, не любила мужа никогда. Думаю, что он меня по-настоящему сделает счастливой и любовь взаимной. Как вы думаете? Как можно понять, что мне нужно для счастья действительно? Ну, я думаю, что вот непосредственно то, что вы описываете непосредственно то, о чем вы говорите, да, по поводу того, что вот, ну, понять, что вам нужно. Для счастья, да, я думаю, что это хороший такой запрос на психотерапию, вот. Потому что, ну, само собой, никто вам не скажет, что вам нужно для счастья, потому что это, мягко говоря, было бы странно такое говорить. Я думаю, что вот, ну, что касается, что касается вопроса любви, что вот вам, ну, что вам нужна любовь, вот. Я думаю, что в этом смысле вы хотите как будто бы раствориться, что ли, в, ну, в человеке. То есть, то есть, как мне кажется, эта история про стремление к следу здесь у вас. Вот. От чего это возникает, почему у вас появляется такая потребность, да, потребность в слиянии от внутренней, скажем так, ну, внутренней дыры или внутреннего... конфликта. Вот. Внутреннего, если можно так выразиться, внутреннего обесценивания, то есть вот внутри себя, да, вы как будто бы обесцениваете, ну, саму себя. Как мне это видится, по крайней мере, вы как бы обесцениваете себя, вам больно от этого, от того, что вы себя обесцениваете, ну, вы себя обесцениваете, вам от этого очень больно, и вы, по сути, убегаете, убегаете вот в... какие-то, значит, ну, какие-то моменты. То есть вы убегаете в какие-то, ну, другие вещи, вот, скажем так, то есть вы убегаете в, например, деньги, вы убегаете, например, в развлечения, вы убегаете в отдых, то есть, ну, вот, как-то тут вот вы... в этом смысле делаете все, чтобы вот была какая-то возможность себя отвлечь. Ну, то есть это вот то, что... ну, что вы описываете, можно назвать вот именно... и именно попыткой убегаться от себя. Вот. что касается... что касается вот того, что вы пишете про... то, что, значит, вам, ну, нравятся люди, да, ну, вот. Вам нравятся, значит, мужчины, которые, которым не нравитесь вы, и, значит... касаемо этого момента, да, вот, почему так происходит, как бы... в данном случае, в данном случае, в данном случае, механизм проекции, то есть это... ну, словно говоря, да, это механизм... переноса здесь играет роль довольно... эм... ну, довольно существенную, довольно важную. То есть вы этим людям, мужчинам, эм... приписываете то, что хотите сами видеть в себе. И на самом деле это покажется странным, эм... возможно. Есть один вопрос, который является... ответом на все ваши... эм... ну, трудности. Вопрос звучит так. Почему вы вышли замуж за... того, кого не любят? Ну, вы скажете, ради... семьи, вы скажете, скажете там... эм... ради... эм... чего-то еще? Вот. Вот. Вы скажете, может быть, потому что, вот... так... ну... так... ну... так надо. Вот. Вот. Но... вы это... вы это... эм... сделали... то есть только по одной... причине. По... причине того, что вы себя... игнорируете. То есть вы игнорируете. То есть вы игнорируете свои чувства. То есть вы игнорируете свои чувства. Когда... вы... о... столкнулись... с этой... э... ситуацией, что у вас не получается... значит... заимность устраивать. А... что вы сделали? Вы... не пошли... к э... э... ну... к э... психологу... в этом смысле. А... вот. Вы просто-напросто... эм... выбрали... эм... то, что легче. То есть вы выбрали... выйти... эм... замуж за эм... человека, который... эм... Которого вам... ну... которого вы не любите, да, но... эм... значит... при этом... эм... с ним вам, ну... удобно... эм... наверное... с ним... эм... с ним вам... хорошо, наверное... В смысле удобно, вот только... эм... эм... в этом смысле он не приносит вам счастье. Вот. Потому что вы его не любите, и потому что вы отчаянно нуждаетесь в любви. Допустим. Ну, а этот вопрос как бы возникает. Ладно. Эм... вопрос возникает про то... эм... значит... Почему? Вы не даетесь в любви. Вот. Как так вот? Получилось, да? Что вы не даетесь в любви. Что? Значит, франа. Ооо... такое, что вы не даетесь в любви. Это же ощущение, что... со мной что-то не так. Это ощущение, что какая-то я не такая. Это ощущение, что... эм... как-то вот... сама по себе я, да, не очень и так далее. Вот. То есть, по большому счету, это отсутствие эм... любви... к... себе. Понимаете, да? Вот. Вот. Ну и... Вот как вы пишете, да? Как ваш текст написан... написан... Эм... поймите меня правильно, пожалуйста. Эм... я не... Эм... не хочу, чтобы вы сейчас подумали, что я вас обвиняю. Эм... я сам... эм... могу написать что-то... с ошибками. Делать... дело не в ошибках, а в том, что вы... эм... пишите как-будто вы... торопят. Вы торопитесь. Понимаете? Зам... чем... чем... эм... штука... Воу... И вот именно то, что вы, то что вы торопитесь... понимаете, вот именно... Именно вот тот факт, что вы торопитесь вызывает у меня вопрос, чем продиктовано то, что вы торопитесь, чем продиктовано то, что вы спешите. То есть, куда вы спешите? Почему вы спешите? Понимаете, да? Если вы спешите, если вы торопитесь как бы, то это может говорить о чем в первую очередь? То может говорить только об одном, что вы вполне способны, вполне способны пропустить свои эмоции. Вы вполне способны пропустить свои чувства. Вы вполне возможно, вполне способны на это. Причем и заключается проблема, как мне кажется. И вот этот аспект я хотел бы выделить отдельно. Потому что это серьезно. То есть, невнимательность к себе. Невнимательность к своим чувствам. Вот, невнимательность к тому, что вы ощущаете. Да и так далее. Это вот, по-видимому, то, с чем вы сталкиваетесь. То, с чем вам приходится сталкиваться. Вот. И, собственно, так это и работает. Поэтому вот эти вещи нужно вам, конечно же, исследовать. Как нужно исследовать и факты боли, которые у вас тоже, скорее всего, имеют место. То есть, именно вот факт опыта, проживание боли, которые у вас есть и так далее. И культивирование любви к себе, культивирование позитивного такого восприятия, позитивного отношения к себе. Вот. Культивирование любви к себе. Это можно сделать только с помощью психолога. Ну вот, как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работать.